Заключение Ну и наконец, давайте поговорим о заключении. О нем мы скажем не так много, как о вступлении, потому что заключение чуть короче. Платон в своем сочинении, заглавленном Федор, описывает беседу Сократа с юношей Федором. Они беседуют о риторике. В частности, Сократ говорит, что же касается заключительной части речей, то у всех, видимо, одно мнение. Только одни называют ее сокращенным повторением, а другие иначе. Федор, ты говоришь, что в конце речи нужно в общем виде напомнить слушателям обо всем сказанном? Сократ, да, по-моему, так. Древние ораторы хорошо это понимали. Что такое заключение? Это краткое повторение всего сказанного ранее. Цель и назначение заключения. Это обзор или резюме содержания проповеди. Я рекомендую вам просто в заключении прочитать пункты вашего плана. Можете и под пункты зачитать, но это выйдет уже слишком громоздко и долго. Лучше ограничиться пунктами. Заключение начинается с того, что вы говорите и так, братья и сестры, вот о чем говорили мы сегодня. Зачитали пункты плана. Дальше идет объяснение применения всей проповеди. Как бы резюме применения. Все то, что мы говорили о применении раньше, о том, что надо рассказать, как это в принципе действует, какова божественная роль, человеческая роль, рассказать о средстве, затронуть разум, эмоции и волю слушателя. Все это справедливо и для финального, окончательного заключения проповеди. Вы делаете резюме применения. Что в конечном итоге слушатели должны сделать после того, как вы закончите проповедь? Заключение содержит в себе призыв к аудитории следовать учению к проповеди. Призыв желательно делать во втором лице. Не всегда это уместно. С точки зрения славянской культуры иногда это выглядит как-то неприлично. Особенно, когда вы говорите, что вы должны сделать то-то и то-то. Поэтому соблюдите приличие. Скажите, что Господь призывает вас поступать так-то и так-то. Можете специально добавить, что вы не исключаете и себя из этого числа. Но на самом деле, как интересно заметил один из проповедников, известных проповедников Джон МакАртур, вы как проповедник выступаете во время призыва как представитель божьей власти. А было бы наивно, если бы, например, полицейский, арестовывая преступника, говорил, мы с вами арестованы, дорогой друг. Он обратится, конечно, к человеку во втором лице, используя местоимение второго лица. Тем не менее, этим не злоупотребляйте, чтобы не сложилось впечатление, что вы такой святой и достигший совершенства человек, а слушатели это такое никчемное быдло, которое вы перевоспитываете. Заключение содержит в себе призыв принять конкретное, определенное решение. И это очень важно. Заключение содержит в себе ободрение и утешение, либо какой-либо другой способ воздействия на пасту. В заключении нужно затронуть эмоции. Заключение должно быть очень теплым или очень горячим даже иногда. Оно не должно быть сухим, безжизненным и холодным. Заканчивать проповедь необходимо на эмоциональном подъеме. Потому что заключение чаще всего остается в памяти у слушателей. Как ты проповедь закончил, таково и общее впечатление от нее. Скажем так, заключение, как никакая другая часть, влияет на общее впечатление от проповеди. Поэтому заключение нужно сформулировать заранее. И если вам придет какая-нибудь мысль во время заключения, то не спешите ее тут же произносить. Мы об этом еще поговорим. Но, тем не менее, заключение выпишите заранее. Там можно чуть-чуть симпровизировать. Но главное, чтобы вы не сказали какой-нибудь ерунды. И самое главное, чтобы вы не сказали чего-нибудь не связанного с речью. Говорите эмоционально. В заключении не рекомендуется цитировать Писание. В заключении не нужно обращаться к новым текстам Священного Писания. Все, что вы делали в экспозиционной проповеди, вы толковали текст Писания. И если вдруг в заключении вы слушателю накинете еще какую-то библейскую цитату, слушатель останется в растерянности. Ведь любая библейская цитата достойна своей проповеди. Пожалуйста, не обесценивайте Слово Божье тем, что просто пренебрежительно бросите его в заключение. Не затягивайте заключение. Заключение должно быть примерно вдвое короче, чем вступление. Оно должно быть очень кратким, сжатым и эмоциональным. Если начали заключение, то заканчивайте. Не уподобляйтесь тем ораторам, которые похожи на певца, который хотел спеть на бис, но публика предпочла покинуть зал. Можно ведь и не поступать так жестоко со своей паствой, как поступал один пастор, который кричал на слушателей, говорил, если вы еще раз посмотрите на часы, я вам гарантирую на 10 минут дольше проповедь. Помните, есть такая шутка, она ходит среди проповедников, что вечность начинается после слов. И последнее, что я хочу вам сказать. Плохо, если во время вашей проповеди слушатели смотрят на часы. Еще хуже, когда они держат часы у уха, проверяя, не стоят ли. Хуже всего, если слушатели листают календарь во время вашей проповеди. Величайшая похвала для проповедника состоит в том, что когда слушатель говорит, я мог бы вас еще час слушать. Стройте заключение так, чтобы побудить людей изменить их верование или поведение. Переходите к концовке. Концовку хорошо продумайте. Что такое концовка? Это короткая заключительная фраза и призыв к молитве. Я глубоко уверен, что после каждой проповеди уместна молитва. Неважно, если в вашей церкви не принято молиться после проповеди. Помолитесь. Ничего страшного. Я думаю, это самое важное, что можно сделать. Обратиться к Богу после проповеди. Помните, что концовка должна быть самой важной продуманной фразой. Это такое эмоциональное заключение, которое слушатель запомнит. Концовка должна быть сродни афоризму. Даже коммунисты это понимали. Вы помните, что манифест коммунистической партии и его вступление, и его заключение знают все люди, даже далекие от коммунизма. Начинался манифест фразой «Призрак бродит по Европе», «Призрак коммунизма», а заканчивался запоминающейся концовкой «Пролетарии всех стран соединяйтесь». Эти фразы растащили на лозунги. Я помню, как один проповедник совершенно шикарно закончил проповедь с призывом к покаянию. Концовка была такая, ну, что-то типа этого. Вы можете раскаяться в своих грехах и быть спасенным от ада и вечных мук, если, конечно, у вас нет других планов. Концовка реально побуждает слушателя пересмотреть свое отношение. Неужели у меня есть планы попасть в ад? Как бы спрашивать себя, слушайте, конечно, у меня нет таких планов. Ну и так далее. Помните о том, что когда-то народ сложил пословицу, касающихся двух древних ораторов – Цицерона и Демосфена. Примерно эта поговорка звучит так. Когда говорил Цицерон, слушатели восхищаются и говорят, как же прекрасны речи Цицерона. Когда говорит Демосфен, слушатели говорят друг другу, давайте уничтожим наших врагов. Цицероном восхищались, восхищались его красноречием. Но когда говорил Демосфен, слушатели шли и делали то, к чему он их призывал. Будьте хорошим проповедником. Пусть вами не особо восхищаются, но зато делают то, к чему призывает Господь в своем слове. И делают то, к чему призываете вы, в вашей проповеди, построенной на основании Слова Господнего. Я думаю, тогда будет вас ждать успех и награда от Господа. Ну а мы с вами продолжим наши занятия в следующей лекции. Слова Господь